В этом видео речь пойдет о том, как я записываю свои лайв лупинг видео. Я поделюсь основной начальной информацией, нужной для того, чтобы ты смог сделать свои лайв лупинг сессии в программе FL Studio 20. Хочу отметить, что в природе существует еще программа Ableton Live, которая заточена под лайв сессии, как ни одна другая программа. Ну а пока давайте разберемся, как делать лайв лупинг в программе FL Studio. Меня зовут Илья, вы на канале LowBo, и мы начинаем. Итак, первое, что мы должны настроить, это то, что именно мы будем записывать. Для лайв лупинг сессий, как правило, нам нужна медиа информация, поэтому правой кнопкой мышки нажимаем на значок записи и выбираем Notice. Почему выбираем только Notice? Потому что аудио, если мы будем записывать аудио конкретно, то мы не сможем его никак впоследствии квантизировать как-то быстро. Что такое квантизировать? Это поравнять. Мы не сможем его быстро поравнять. Автоматизация, опять же, если мы ее будем записывать циклично, она будет нам только мешать, и поэтому мы не будем ее записывать. Просто выбираем Notice и не паримся. Итак, дальше нам надо нажать вот эту кнопку. Видите, она называется Loop Recording. Название можно посмотреть вот здесь вот. То есть мы наводим и видим Loop Recording. Нажимаем. Это именно то, что нам и нужно. Это циклическая запись в паттерн. Нелишним будет нажать кнопку 3-2 раз. Это обратный отчет при записи. То есть мы нажали запись, запустили Play, и прежде чем начнется запись, нам 4 раза отсчитается ритм. Раз, два, три, четыре, и бом, началась запись. Немаловажным, немаловажным будет нажать кнопку метроном. Метроном – это ритм, который нам указан вот в этой вот графе. На данный момент 130 ритм стоит. Метроном нам нужен для того, чтобы мы сыграли ровные партии. Звук метронома можно правой кнопкой мышки вызвать в меню и выбрать любой из четырех звуков. Я, как правило, всегда использую хай-хэт. Следующим действием нам надо определить длину паттерна, в которой, собственно, мы и будем производить запись. Сделать это можно как внутри паттерна, вот здесь вот. Мы выбираем один бар, два бар, четыре бара и так далее. Или, если вы не хотите париться, вы на глаз просто ставите паттерн сюда, в глобальном плейлисте, и просто берете его, растягиваете до нужной вам длины. Какой же следующий шаг? Следующий шаг мы переводим наш проект в режим Song. Это воспроизведение с глобального плейлиста. В принципе, мы сделали все ключевые настройки для того, чтобы приступить к лайф-лупинг-сессии. И, собственно, что нам осталось сделать? Нам осталось сделать, подобрать инструменты, которые, собственно, мы и будем записывать. Чем мы будем играть? Инструментами. Они у вас есть? Пока что нет. Надо замутить. Хотелось бы сделать еще одно немаловажное замечание. Допустим, вы прописали какую-то партию инструмента, допустим, хета, и сыграли его не очень ровно. Но вам надо очень быстро, в пару кликах буквально, сделать его ровным по сетке, чтобы он слушался нормально. Что для этого требуется? Вот давайте, допустим, я сейчас запишу хет. Записали. Заходим сюда и нажимаем Ctrl-Q. И, видите, наши хеты выровнялись все по сетке. Вот, видите, где-то неровно они стоят. Нажимаем Ctrl-Q. Все, они ровные. Вот такой вот лайфхак для вас, ребятки. Ctrl-Q, it's really nice, man. Так как все ноты записываются и играют по кругу, а нам, допустим, надо записать аудио для нашего лайф-лупинг-видео, как мы это можем сделать внутри программы Fruity Loops? Мы заходим в наш микшер, выбираем мастер-канал, и на мастер-канал мы вешаем Эдисон. Нажимаем на кнопку записи, выбираем запись. Выбираем On Impact. То есть то, что входит в мастер-канал, будет записываться. Теперь мы можем начинать играть нашу лайф-сессию. И в конце у нас будет аудиофайл длиной 2-3 минуты, сколько мы будем играть. Мы просто потом возьмем его, сохраним и подмонтируем к нашему видеоряду. И стоит понимать, что звук метронома также будет записываться. То есть, когда вы сделаете kick-head snare, я думаю, имеет смысл вам взять и ручкой отключить метроном. Ну и для закрепления всего материала, который я вам только что дал, давайте запишем небольшое лайф-лупинг-видео. Я буду использовать какой-нибудь свой старый проект, который я уже, наверное, играл в ТикТоке или еще где-то. Сейчас мы его откроем, и я вам покажу на примере, как это все происходит вживую. Итак, вот я открыл проект Sting Shape of My Heart. У меня есть, кстати, видео, где я играю этот проект вживую. Хотелось бы еще отметить, ребята, очень немаловажная вещь. Ну вот, допустим, здесь у меня в беттере сэмплы kick-head и snare. И если я запишу сначала сэмпл, когда начну записывать kick-head или snare, сэмпл с прошлой записи не будет играть. Я не знаю, с чем это связано, мне это очень калит, это очень неудобно. Но чтобы это пофиксить, смотрите, я создал 4 клона одного и того же беттери. И получается, буду записывать сначала один беттери, потом head второй беттери, kick-snare третий беттери. Если что-то еще захочу сыграть, нажму четвертый беттери. Вот в этом такая вот стрёмная хрень, о которой надо сказать. Ну и что, давайте, 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 давайте сделаем лайф-лупинг видос. Зашел Ctrl-Q, ребят, поравнял, переключился на следующий и head. Сейчас имеет смысл отучить метроном и поравняем head. Сейчас будем kick-snare записывать. Все, ребят, все, мы уже записали, но это легко, потому что было. Я уже знал этот проект, чтобы записать его. Я поделился с тобой основной начальной информацией для того, чтобы ты смог уже начать записывать свои лайф-луп-сессии. В подсказках я положил два своих лайф-лупинг видео. Если ты их еще не посмотрел, проходи по подсказкам и смотри эти два видео. Если это видео было тебе хоть чуточку полезным, поставь лайк. И, пожалуйста, напиши комментарий для продвижения этого видео. Будет очень круто, если ты подпишешься на мой канал. И нажмешь на колокольчик, дабы не пропускать мои видосы. С вами был Илья. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok